Что Илон Маск делает со школьниками на Гавайях? Где можно недорого хакнуть айфон? И что было самым сочным на Mobile World Congress в Барселоне? Об этом и многом другом ты узнаешь сегодня в новостном дайджесте на Take It Easy канале о самом главном и интересном в мире IT. Время новостейшек, погнали! Недавно стало известно, что если в гугле вбить вот это, то можно получить логин и пароль от любого сайта. Происходит это тогда, когда некоторые грамотеи сайтоделы забывают закрыть доступ к файлу с ключами от гугловских ботов. И даже если для обычных смертных доступ к нему закрыт, то гугл его индексирует без проблем. Так что если не хочешь, чтобы тебе в один прекрасный день к сайту прикрутили майнер или понаписывали всяких гадостей туда, то не будь бараном, закрывай доступ к паролям. Если ты всегда мечтал стать крутым сценаристом голливудского блокбастера, но внезапно стал гребцом на галере, не расстраивайся. Смело пиши сценарий, потому что кое-кто уже написал искусственный интеллект, который заменит для тебя целую съемочную команду. Теперь для того, чтобы создать кино новому И, нужно скормить всего каких-то пару строчек сценария. Этот генеративный алгоритм работает в два этапа. Сначала с помощью текста создается основное содержание видео, то есть размытое изображение фона с кляксой на том месте, где должно произойти главное событие. На второй стадии с помощью текста и черновика видеоряда компьютер уже монтирует фильм. Затем вторая нейронная сеть производит сравнение. За счет этого постоянного соревнования нейронок на уровне автор-критик, качество их работы постепенно улучшается. Пока что таким образом удалось создать видеоролик длиной в 32 кадра и продолжительностью около секунды. Размером они с почтовую марку 64 на 64 пикселя. И без потери качества пока что нельзя увеличить изображение или сложить эти ролики в полноценный фильм. Мне кажется, что если эту нейросеть скопировать с диппэйс, то получится очень интересное кино с глубоким сюжетом. Ну, вроде завода станкостроительных станков. Я подумал его, а не подумал, что ты послушал с тобой, а не постоит в стороне. Ладно. Ну, если ты подождешь свой хлеб назад, то ты, конечно, скажешь нет. Ракета-строитель, огнеметчик и просто марсианин Илон Маск решил охладить трат пыл гавайских школьников. Илон Маск собирается установить в местные школы 300 батарей Тесла Powerwall и столько же солнечных панелей. Они будут вырабатывать и хранить электроэнергию для охлаждения помещений. Началось все с того, что гавайские власти поставили перед Минобразование задачу обеспечить комфортные условия для учащихся, сделав помещения более прохладными. И тут как тут нарисовался Маск со своими системами Powerwall, которые уже установлены в Пуэрто-Рико и Австралии, где есть регулярные перебои с электричеством. Батареи и панели от Тесла уже помогли этим регионам справиться с возникшим дефицитом электричества и сэкономили местным властям приличную сумму денег. Илан, приезжай сюда, нам тоже нужны твои солнечные батареи, и кепки, и Теслы. Ну, в общем, заглядывай в гости. А вообще, тебе не кажется, что мем сын маминой подруги списан именно с Илона Маска? Мне сын поможет. Он работает на трех работах. Бояться нечего. Тем временем, хваленая безопасность iPhone вновь оказалась под угрозой. На этот раз из-за работы израильских спецслужб. На днях журнал Forbes сообщил, что у компании Celebrite есть тузы для взлома iPhone X на Apple iOS 11. Да и вообще любой модели iPhone или iPad, которые работают на операционках от iOS 5 до iOS 11. Причем об этом говорится в медиаките на сайте компании. И там же подробно расписаны услуги и перечень устройств Apple и Android, которые можно взломать за соответствующую плату. По оценкам Forbes, взломать одно устройство у Celebrite будет стоить около полутора тысяч долларов. Ну и приправим все это конспирологией. У этой компании есть контракты со многими американскими федеральными службами, включая иммиграционную и таможенную полицию, ЦРУ и ФБР. Пока что нет Apple, нет Celebrite, не получено официального фидбэка на эти заявления. Но шо там таки те айфоны хакать, любой каприз за ваши деньги. Главное не рассказывай об этой компании своей девушке, а то очнешься потом без тысячи долларов в кармане и со взломанным айфоном. Но если она там еще и что-нибудь найдет, то и без парочки важных органов. Еще увижу, как дам по организму, не доживешь до коммунизма. Кстати, не забудь колокольчик теребонькнуть, он там внизу, сразу возле кнопки подписаться. И да, на нее тоже желательно нажать. На днях прошла неделя инноваций в Объединенных Арабских Эмиратах, на которой Virgin Hyperloop One продемонстрировал полноформатную модель своей пассажирской капсулы. Ее хорошенько прокачали, причем не только по техническим характеристикам, но и по дизайну. В новой модели пассажиры могут стоять в полный рост, но действительно, как-то не коммельфой заходить в такой транспорт в раскорячку. Кресла оснащены подлокотниками со встроенными сенсорными дисплеями, ну а между сидениями достаточно места не только для ног, но и для багажа. Прошлогодний прототип разгонялся на тестовом треке до скорости 387 км в час, но по сравнению с новой моделью выглядел он, конечно, поскромнее. Я уже жду Hyperloop в Украине, тут бабули будут продавать пирожки и игрушки, а из динамиков будет напевать Олег Винник. Ну а что, не столько же сериалы адаптировать. I'm Гарри Поттер. Ну а теперь время быстренько вспомнить все самое сочное, что было на конференции Mobile World Congress, которая на днях отгремела в Барселоне. Мы собрали для тебя самый сок. Главным трендом выставки стало отсутствие рамок. Все мерились, у кого они меньше, но переплюнула всех компания Vivo. У ее Apex экран занимает 98% лицевой стороны телефона. Как быстро эта дура будет жрать батарею, даже страшно представить. Безрамочный тренд коснулся и ноутбуков. Так, Huawei представили MateBook X, сенсорный дисплей которого занимает 91% лицевой панели. Из-за тонких рамок инженеры компании упаковали клавиатуру и веб-камеру в такую себе шухлядку. Еще одним удивлением стал смартфон-кирпич от Energizer. Ну ты прикинь, производитель батареек Energizer уже давно выпускает смартфоны. Более того, на MWC компания привезла телефон с аккумулятором 16 тысяч миллиампер часов. 16 тысяч, Карл! Да это скорее аккумулятор со встроенным смартфоном. Весит эта скотина 300 грамм и в целом обладает неплохой начинкой. Тем временем активно набирает тренд comeback to 90-е. После олимпиек, высоких джинсов и кроссовок на толстой подошве, вторую жизнь решили дать кнопочным телефонам. После возвращения к культовой модели 3310, Nokia решила вернуть к жизни еще одну свою легенду. Это бананафон из матрицы Nokia 8110. Только в новой обертке с поддержкой 4G фейсбучика и твитера. Но и в подтверждение того, что данный тренд это феникс, а не курица, финская компания Джолла представила свою новую операционку Sailfish V3 для тех же кнопочных телефонов. По сути, от прежней операционки кнопочных звонилок она отличается только тем, что позволяет устанавливать некоторые приложения, предназначенные для ОС Андроид. Ну и на финалочку, Google таки представил свою платформу дополненной реальности ARCore. Раньше разработчикам была доступна только бета этой площадки, но теперь ее представили официально. В ARCore 1.0 улучшено восприятие окружающей среды, что позволяет пользователям размещать нам виртуальные объекты или текстуры. Ну, например, постеры, мебель, коробки с игрушками и прочее другое. А что тебе больше всего запомнилось на MWC? Напиши нам в комменты. На этом новости все. На сегодня достаточно. Ну и какой же пятничный выпуск без ответа на загадку? Изображения были одинаковые, но вот сам посмотри. И быстрее всех это поняли. Александр Прохоренко, Джон Фактор и Иван Ковальчук. Глаз Алмаз и лови новую разминку для своих извилин на следующую неделю. Какая, по-твоему, из этих спиралей больше по площади? Свой ответ передавай мне телепатически. Ладно, если не получается, так и быть. Пиши в комменты. На этом все, мои айтишные. Кстати, все проблемы во вселенной из-за того, что никто никому не помогает. Давай восстановим баланс сил. Ты поставишь лайк этому ролику и покаешь его друзьям. А мой тебе годный контент в ответочку. Идет? Хороших тебе выходных. Увидимся в среду. Ара-борь! Субтитры сделал DimaTorzok